Здравствуйте, уважаемые десятиклассники! Приглашаю вас на урок самопознания. Это второе занятие по теме «Человек в зеркале человечества». Сегодня мы с вами продолжим разговор об ответственности каждого человека перед человечеством. Еще раз подумаем над тем, как человек связан с духовным наследием, и что нужно делать каждому из нас, чтобы приумножить добро, благо и красоту в этом мире. А также поговорим о том, какую роль культура человечества, его наследия выполняет для развития конкретного человека, каждого из нас с вами. На эти и другие вопросы мы ответим сегодня с вами в течение нашего урока. И начнем мы наш разговор с одной истории, о которой мне бы очень хотелось вам рассказать. Сегодня технический прогресс позволяет делать удивительные вещи не только в производстве, но и в творчестве тоже. Известный дирижер из Лос-Анджелеса Эрик Витакер придумал, как собрать виртуальный хор. Он решил при помощи интернета собрать вместе в исполнении одного произведения певцов со всего мира из разных уголков. Но его задача была не просто собрать их, чтобы они исполнили какую-то часть произведения. Его задача заключалась в том, чтобы они смогли вместе, чувствуя друг друга на расстоянии, создать в онлайн-режиме музыкальное произведение и исполнить эту песню. Поэтому он записал ролики, обучающие ролики, в которых рассказал всем своим участникам хора, как нужно себя вести, когда нужно вступать в партию, записал все аккомпоненты, дал пояснение по тону голоса, по ритму, в котором должны они входить. И вот в назначенное время более 200 человек, это певцы из разных уголков мира, из Австралии, Аргентины, Германии, Новой Зеландии, Филиппина, Англии, Канады и много-много других стран исполнили это произведение. Виртуальный хор Эрика стал символом объединяющей силы искусства. Давайте посмотрим небольшой фрагмент этого исполнения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подумайте, в чем заключался смысл идеи Эрика Витакра. Человечество сегодня переживает кризис, Оно ищет пути, как выйти из этого кризиса. И мне кажется, что такой выход показал и нашел Эрик Витарк. Какой он показал путь? Как он предложил бороться с трудными временами, которые мы сегодня переживаем? Правильно, сегодня человек стоит на перепутье. То ли ему продолжать роль потребителя и постоянно накапливать материальные блага, используя новые технологии, или же найти дорогу к духовной ответственности, к единству всего человечества, к его стремлению к красоте и гармонии. Цитатой нашего сегодняшнего урока будут слова известного педагога, профессора, руководителя Международного центра гуманной педагогики Шалвы Александровича Аманашвили. Он говорил, надо усмирить цивилизацию не смирительной рубашкой, которую она сама себе изобрела, а с помощью лучших средств культуры – верою, надеждою, любовью. Цивилизация должна входить в мир не сама по себе, а только через культуру. Она облагородит цивилизацию, сделает ее чуткой, любящей, отзывчивой, освободить ее от всего ложного. Давайте поразмышляем над этими словами. Почему через культуру должна развиваться цивилизация? С помощью каких средств цивилизация становится чуткой, любящей и отзывчивой? Какие бы средства вы еще предложили, добавили? Почему? Хотелось ли бы вам в жизни сделать что-то особенное для всех людей? Что бы вы сделали? Вы когда-нибудь задумывались над тем, какую роль играет каждый из нас в судьбе всего человечества? Нет? Давайте над этим подумаем. Я хочу вам рассказать притчу, которую написал Шалва Александровича Анашвили. Называется она «Единственная красота». Один мальчик очень мечтал что-то подарить миру. Прекрасное, красивое. Он просыпался, он каждый день вставал с такой мыслью. Какую красоту я могу подарить миру? И вот он решил, я подарю миру красивый храм. Но потом подумал, сказал, красивых храмов очень много. Он снова ходил и думал, какую бы красоту он может подарить миру. И вот он придумал, я подарю миру прекрасную песню. Но потом он снова отказался от этой мысли. Прекрасных песен очень много, их в мире достаточно. Может быть, тогда я сделаю рукотворную скульптуру. И снова он отказался от этой мысли. Рукотворных скульптур тоже очень много. Что же мне подарить миру? Какую красоту? С этой мысли он заснул. И вот во сне к нему пришел мудрец. Мальчик сказал мудрецу, я очень хочу подарить миру какую-то красоту. Ну так дари, ответил ему мудрец. Чего ты медлишь? Я сначала хотел подарить храм, но потом подумал, что храмов очень много. Мудрец его прервал. Не хватает только одного храма, который построишь ты. Я потом хотел подарить миру прекрасную песню, но песен же тоже много. И снова его остановил мудрец. Не хватает только одной песни, которую сочинишь и споешь только ты. А потом я хотел подарить миру рукотворную скульптуру, но их тоже очень много. Нет, сказал мудрец. Не хватает одной скульптуру, которую извояешь ты. Неужели так можно? Что же это за красота, которая выпала на мою долю? Мудрец приобнял мальчика и сказал. Храм есть ты. Сделай себя великолепным и благородным. Песня есть твоя душа. Утончай ее. А скульптура есть твоя воля. Извояй свою волю. И получит планета Земля. И вся вселенная красоту, которую не познал еще никто. Я понял, я понял, воскликнул мальчик. Теперь я знаю, какую красоту я подарю людям. Каждый человек является не просто индивидуумом, представителем какого-то рода, семьи, нации, гражданином какой-то страны. Он частичка всего человечества. Он житель этой Земли. И поэтому все, что он делает для этой планеты, для этой жизни, очень и очень важно. Вы внимательно послушали историю. Давайте ответим на несколько вопросов. О чем мечтал мальчик? Почему он всегда отказывался от воплощения своих идей? Что его останавливало? В чем на самом деле заключается красота, которую может подарить миру каждый человек? Объясните смысл слов, которые сказал мудрец. Храм есть ты, сделай себя великолепным и благородным. Песня есть душа твоя, утончай ее. Скульптура есть твоя воля, изваяй свою волю. А теперь творческое задание. Я предлагаю вам вглядеться в себя и найти в себе красоту. Давайте вспомним героя романа «451 градус по Фаренгейту». Он мечтал построить завод, который бы изготавливал зеркала. И когда ты смотришься в это зеркало, то ты мог бы видеть в этом зеркале весь мир, который тебя окружает. И герои этого романа говорили, что мы будем каждый день делать только одни зеркала, чтобы все люди на всей планете смогли хорошенько рассмотреть самих себя и мир, в котором они живут. Вот вообразите такое зеркало, в котором могло бы вглядеться все человечество. Что бы оно могло увидеть в этом зеркале? Попробуйте изобразить в виде коллажа рисунка то, что бы вы хотели увидеть в зеркале человечество. Ваше домашнее задание заключается в следующем. Попробуйте поразмышлять над высказыванием французского писателя Ромена Ролана. Нужно, чтобы человек понял, что он творец и хозяин мира, что на нем ответственность за все несчастья на земле, и что ему же принадлежит слава за все хорошее, что есть в этой жизни. Напишите сцена тему «Моя роль в судьбе человечества». Не каждому человеку удается сделать великие открытия, подобно Копернику, создать замечательные росписи, подобно Микеланджелу, или написать великие произведения, подобно Абая. Но каждому человеку под силу сделать этот мир лучше, добрее, светлее. От всех нас и лично от каждого зависит, какой цивилизацией мы с вами будем жить, и какая история и культура будет на нашей планете. В заключение урока я хочу вам подарить песню. Сегодня мы переживаем сложное время. Самоизоляция — это тоже путь, который помогает нам разобраться в самом себе, понять что-то важное, открыть в себе, и задуматься над тем будущим, которое мы хотим, чтобы оно у нас было. Поэтому мы должны прежде всего наполнять нашу жизнь любовью об этом песня, которую вы сейчас послушаете. В облаках покоя и тишины Дремлешь ты под оком своей луны И бледнеют щеки твоих полян В черных кружевах голубой наряд Надевала бусы хрустальных звезд Небо обнимало листвой берез Ливни умывали твое лицо Солнце восходило святым венцом Бабочки веснушки к себе манят Краснолика, Дева, моя земля Краснолика, Дева, моя земля Краснолика, Дева, моя земля Краснолика, Дева, моя земля Сарафан леса в оборках рек Вышивки девичьей оберег Рукава в узорах твои лугах Каменной каймою берега Ласточками брови твои летят Алыми цветами уста горят И глаза озера сладкий мед Шаворенко в сердце твое поет Косы золотые твои поля Ясно-лика, Дева, моя земля Ясно-лика, Дева, моя земля Ясно-лика, Дева, моя земля Ясно-лика, Дева, моя земля Наш урок завершен. До свидания. Жду вас на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok